А это мемориал Красная Горка. Очень значимое для нашей семьи тоже место в Евпатории. На этом месте были расстреляно очень много евпаторийцев. На этом месте, друзья, было расстреляно и убито 12 тысяч евпаторийцев. Более 12 тысяч евпаторийцев. Только вздумайтесь. Детей, стариков, женщин, мужчин, маленьких детей до трех лет не расстреливали. Представляете, ходил такой дядя в черном халате, поднимал детей на уровень плеть до трех лет, смазывал им губы и нос ядом, их сводили судороги мгновенно и он их сбрасывал в ров вот сюда. Понимаете, что здесь творилось? Понимаете, что здесь творили фашисты? Я рассказываю все это своему сыну, чтобы он все знал. Это касается нашей семьи лично. Здесь лежат мои предки, мой прадед, его сыновья, мою бабушку угнали в рабство отсюда в Евпатории. Вот эти вот нацисты. Что еще могу сказать? Это просто кошмар. Это кошмар. Они вот так экономили патроны, понимаете? Зачем расстреливать маленьких детей, если можно на них действует так сильно этот яд? Помазываем губки, да? Он тебе в руках прямо начинает умирать и ты его сбрасываешь вниз в ров сюда, да? Это каким надо быть? Какой тварью надо быть, чтобы так, чтобы так делать? Здесь, кстати, похоронен мой прадед и его сыновья. Их расстреляли немцы. Прямо ночью вытащили из дома и расстреляли. Осталась только в живых моя бабушка. Осталась в живых только моя бабушка и ее мама-пробабушка и мой ее родной младший брат, дедушка, двоюродный дед Клим, например, недавно, несколько лет назад, рассказывал, как немцы, он прятался в бочке, а немцы с штык-ножами протыкали эти бочки, пробивали, проверяли, кто там есть или нет, никого. Вот так он остался жив. А в ту ночь почти все мужского населения было расстреляно в Евпатории, потому что они помогали нашему русскому десанту высадиться в Евпатории. Русский десант высадился в Евпатории и погибло тогда много немцев. Немцы, конечно, эту атаку отбили. Она была, так сказать, эта атака, отвлекающая маневров. Но немцев много погибло и они отомстили тем, что просто расстреляли мирное население. А мою бабушку, мою бабушку угнали в Рапсово, в Германию. Она пробыла до 1946 года в Австрии на арабских работах. Потом всю жизнь немцы выплачивали пенсию. Но не всю жизнь после 1991 года. За то, что они ее использовали в качестве европыни. Вот так. Вот вам, ребята, фашизм в чистом виде. Это все надо рассказывать своим детям, чтобы они знали, что такое нацизм, что такое фашизм. И никогда не допустили, чтобы он просветал и рос в нашей стране. Субтитры создавал DimaTorzok